С незначительной помощи до почти промышленных масштабов. Наталья вступила в ряды волонтеров в самом начале спецоперации. Свою квартиру превратила в швейный цех. Объединилась с неравнодушными соседями. Уже совместно поставили цель делать не меньше 10 подушек в день. Нестандартный размер от больших до маленьких. И камуфляжная ткань. Все, что отличает изделия волонтеров от тех, что продаются в магазинах. Для опытной швеи задача легкая. Поэтому и результат получился впечатляющим. Сегодня 25 подушек принесли. В общей сложности у нас уже пошито за время СВО тысячи подушек. Мы уже идем на вторую тысячу. В каждом мешке с подушкой икона и маленькая фигурка ангела-хранителя. Все сделано своими руками и, конечно, с любовью. Это образ русской женщины, которая ждет своего солдата домой. И не важно, кто это – мама, бабушка, сестра, дочка, племянница. Любой образ женщины. Поддержка в городах, деревнях и селах. В Луцину есть своя инициативная группа из 10 человек. За ходом СВО не только следят с самого начала, но и помогают приблизить победу. К Новому году подготовили для бойцов теплые вещи – термобелье, сапоги и шапки. Первый груз мы отправляли тоже теплые вещи. Все необходимое нашим бойцам. Второй груз – это лекарственные препараты мы отправляли. И сейчас вот это уже наш третий груз, чтобы и порадовать, и поддержать наших бойцов. Поддержать не только вещами, но и добрым словом. С гуманитарным грузом отправить письмо или открытку – обязательный ритуал. Ребята, держитесь. Победа будет за нами, а мы чем можем, мы всегда вам будем помогать. Мы все для этого сделаем. Помогают фронту не только взрослые, но и дети. Каждый подарок упаковали сами. Дети из православной гимназии приготовили вот такие необычные подарки. Сами запаковали. Мы, естественно, их не раскрывали, будут уже сами бойцы раскрывать. Но там слышно, что что-то сладенькое и с душой. В сборе гумпомощи участвуют жители всей Московской области. Теплые перчатки для артиллеристов, компоты, соленья, а еще игрушки и костюмы. Груз получат и юные жители новых регионов России. Ребята из детских домов, дети-инвалиды, те, кто еще не успел восстановить жилье. Волонтеры собрали для детей Донбасса 30 тонн гумпомощи. Все хотят, чтобы непосредственно и люди, которые находятся там, в тяжелых условиях, у них также наступил праздник. И они также смогли порадоваться и получили частичку, хотя бы маленькую частичку нашего тепла. Те, кто везет гуманитарную помощь в Донбасс, Новый год могут встретить на передовой. Волонтеры признаются – не боятся. Несмотря ни на что, наши бойцы должны отметить праздник, хотя и символически, но с наряженной елкой и за праздничным столом. Когда уже мы перед Новым годом попали туда, все эти елки все наряжены, они это все красиво делают, столы себе накрывают, на оливье у них точно есть. Совсем скоро фура с гуманитарным грузом приедет к адресатам, чтобы создать у них новогоднее настроение. Впрочем, бойцы всегда на чеку. По печальной традиции праздничные дни на передовой самые напряженные. Карина Яряшева, Денис Харламов, Дмитрий Потапкин, телекомпания «Одинцово».